Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Игорь Александрович, несколько таких параллельных сюжетов, которые нужно пояснять и как-то интерпретировать. Начнем, пожалуй, с сюжета очень интересного взаимоотношений Кадырова и Пригожина. Например, Ахмат заменит Вагнер в Бахмуте, тем временем Пригожин сообщает, что 95 тысяч квадратных метров, ну, кто-то перепечатал, написал 95 процентов Бахмута, захватил Вагнер, двигаются вперед до нуля часов 10 мая. И Кадыров просит Путина, причем это очень интересный момент, вот он пишет письмо, это распечатанный текст, но там есть приписка с уважением, ручкой от своей рукой. В общем, просит зайти на место ЧВК Вагнер. Что это означает и что за этим стоит? Как думаете вы? Здесь несколько сюжетов. Во-первых, вот в ответном своем обращении к Пригожину Кадыров, там называет его дорогой брат, но в то же время, в общем-то, поливает его грязью Пригожина, заявляя о том, что, вообще-то говоря, так сказать, во-первых, не ты один освобождал, значит, там, ну, оккупировал, имеется в виду, значит, территорию, потому что Пригожин говорит, что я там один взял Попасную, я там один взял там то-то и так далее, но Кадыров ему говорит, что нет, вот бойцы Ахмата тоже это все делали, и поэтому нечего на себя одеяло дянуть. Это первое. Первый подзатыльник, который Кадыров дал Пригожину. Второй подзатыльник заключался в том, что мы все должны быть верными отцу нашему создателю, Владимиру Путину, поэтому, вот, что он скажет, то и надо делать. Скажет, стоять и умирать под Бахмутом, значит, будем стоять и умирать под Бахмутом. Вот, и заявление о том, что там не надо там командовать какого-то, десятого, не десятого, значит, вот, когда придем, тогда и придем, а ты там стой, пока мы не придем. И более того, значит, такое, ну, понимаете, что-то интерпретировать от Кадырова довольно сложно, потому что у него в основном там слово «дон», вот, с редкими вкраплениями каких-то других слов, но смысл, в общем-то, улавливается. Смысл такой, что, значит, да, ты там вроде как 95% территории захватил, но это были легкие 95%, а вот на самый тяжелый участок вроде как прошаешь нас, но мы, конечно, всех победим. То есть, на самом деле, ну, такое достаточно яркое свидетельство того, что, в общем-то, Кадыров, безусловно, готов в любой момент предать своего бывшего союзника, собственно говоря, поскольку Кадыров вообще это, ну, как бы, основа его сущности – это предательство. Потому что он вместе со своим отцом в свое время стал предателями чеченского народа, когда во время Второй Чеченской войны перешел на сторону оккупантов, на сторону российской армии. То есть, на этом основан его режим. Это именно предательство чеченского народа и переход на сторону российской армии. Собственно говоря, именно благодаря этому Кадыров-старший получил власть над Чечней, ну, которую передал Кадырову-младшему после своей смерти. То есть, на самом деле, это все, как бы, классика жанра, и, безусловно, Кадыров в любой момент предаст Пригожина, и даже если будет такая необходимость, то и просто его ликвидируют при необходимости. Вот. Это явно проявилось вот в этих обменах репликами. Что же касается идеи Пригожина уйти из-под Бахмута, то это тоже объясняется очень просто. Пригожин, как и большинство обитателей около кремлевских, значит, пространств, они прекрасно понимают, что, в общем-то, наступление украинской армии, скорее всего, будет победоносным, и, скорее всего, после этого, в какой-то обозримой перспективе, война может закончиться поражением России. И на сегодняшний момент уход из-под Бахмута для Пригожина виноват. Выполняет две важные функции. Во-первых, уйти из-под удара украинской армии, потому что никто не знает, где будет наступать Украина. Возможно, что и в Донбассе. Ну, считается, вроде как, очевиднее, что в Крым. Крым, но, тем не менее, возможно, что и Донбасс. И в этом случае, попадая под удар украинской армии, вот той самой наступающей мощью, всей мощью своих бронетанковых корпусов, естественно, в этом случае ЧВК «Вагнер» рискует быть уничтоженным. Пригожина-то совсем не нужно, потому что у него планы на ЧВК «Вагнер» еще много дальних планов, так сказать, в зависимости от того, как будут разворачиваться события. Это может быть и Африка, это может быть и внутри России мафиозная война. То есть, короче говоря, терять этот актив Пригожин не хочет. Поэтому он собирается его вывести. Второе, не менее важное, Пригожин планирует уйти из-под огня критики за провал вот этой вот войны. Потому что, на самом деле, понятно, что недалек тот час, когда уже выяснения, кто же все-таки виноват, будут достаточно активно идти. И Пригожину совсем не хочется быть виноватым. Он сейчас готовит уже фундамент для того, чтобы обвинить Шойгу, Герасимова и Путина, которого он уже открыто обвиняет. Это было и в его выступлениях, там этот клуб капризных дедушек и капризных карликов. Ясно, что подразумевается Путин. Это было и в его апрельских тезисах, где он говорил о том, что надо срочно заканчивать войну. И это он недавно сказал, когда говорил о том, что вообще мы, конечно, уходим. Мы пока вот тут умираем. Здесь все, он имеет в виду, Чаваковак. Но вообще-то хотелось бы, чтобы кто-то объяснил вообще, куда мы дальше идем. И докуда мы хотим идти. Будем ли мы наступать, а если наступать, то куда. Ну и вообще кто-то бы объяснил вообще, каковы цели дальнейшие всего происходящего. То есть явно имеется в виду, кто должен объяснить вообще цели войны. Тот, наверное, кто ее начал, кто ее придумал, это Путин. И поэтому здесь прямая атака на Путина, который на самом деле до сих пор никому не объяснил, зачем он это все устроил. Поэтому Пригожин явно готовится, так сказать, к худшим для российской оккупационной армии сценариям. Так что здесь все у нас, мне кажется, очень прозрачно. Ну, то есть нет вот этой цирка, постановки, о которых судачат на пропылую разные телеграм-каналы, что это все для того, чтобы... Нет, конечно, есть. Конечно, есть и цирк, и постановка. Есть и... То есть, ну как это, Пригожин и нет цирка. Пригожин и нет постановки. Конечно, есть постановка, и это съемка на виде... На фоне окровавленных трупов эти, значит, там нотки рычащие, там, я не знаю, смеющиеся киены, которые, ну, Пригожин постоянно подпускает своих. Это все цирка, это все постановка. Но я говорю о целях этого цирка и этой постановки. С моей точки зрения, они таковы. А то, что Пригожин это гигантский тролль, у которого все, что он делает и говорит, это все цирка, постановка, начиная с его телеграм-канала, который весь переполнен письмами от ведущих СМИ планеты, которые Пригожин пишет сам себе. Это вот совершенно очевидно. Понимаете, бесконечные письма от New York Times, от BBC, от Washington Post и так далее, которые Пригожин сам себе пишет. Вот, уважаемый, значит, господин Пригожин, они не подскажете ли вы, и дальше начинается вопрос. Вопрос заданный для того, чтобы Пригожин мог развалясь матом отвечать, значит, якобы интересующийся его взглядом на проблемы мироздания американской, британской, немецкой прессе. Ну вот, у него все цирк, и все постановка. Игорь Александрович, возникает вопрос, уточнение по поводу роли Кадырова и, собственно, его приглашению ЧВК Вагнер, вагнеровцев на какие-то некие лучшие условия, собственно, вступить в ряды Ахмата. Ну, изначально, как бы, что это означает и, вот, что это за лучшие условия? Ведь на протяжении всей войны считалось, что больше денег платят именно в Вагнере. И, соответственно, Вагнер, как незаконная структура, ну, выигрышнее смотрится с точки зрения зарабатывания кровавых денег, нежели режимный, системный, ну, как бы, системная работа в подразделении Росгвардии, коим является Ахмат. Что это меняет? Я не до конца понял смысл вопроса. Кто, кому предложил вступать в Ахмат? Кадыров предложил вагнеровцам вступать в Ахмат с лучшими условиями. Понятно. Ну, слушайте, еще раз. Это, как бы, вот война между этими двумя представителями Апричнины, которую создал Путин. То есть Путин создал эту Апричнину, дал им обоим эксклюзивные права внутри своей системы. Одному дал на откуп несколько африканских стран, дал им ему возможность доить Министерство обороны, я имею в виду, Пригожину. Кадырову дал тоже возможность получать безумные, совершенно баснословные деньги из федерального бюджета в качестве дани, которые Россия платит чеченскому режиму. И дал ему абсолютную возможность посылать, насколько угодно, букв федеральные силовые структуры, не пуская их в свою жизнь. Более того, и за пределами Чечни Кадыров имеет возможность творить беспредел. Приезжать со своими боевиками, кого-то убивать в центре Москвы. Это все достаточно известные эпизоды. Но вот эти два представителя представителя, так сказать, таких беспредельных отрядов, опричнины путинской, они, в общем-то, в какой-то момент Путин стал использовать одного против другого. То есть, когда на Кадырова стали ябедничать Шойгу и Герасимов за то, что Кадыров взял слишком много воли, ну и вообще в целом, так сказать, он разрушает принцип единоначалия в армии, что, безусловно, вредит российской оккупационной армии и идет, конечно, на пользу украинской армии. Ну, и когда Пригожина, в смысле, значит, Шойгу и Герасимов наябрьничали Путину, ну, Путин в какой-то степени осадил Пригожина, это было известно, запретил ему, ограничил его возможности вербовать уголовников в свои отряды, плюс к этому, так сказать, ну, разрешил Шойгу и Герасимову ограничивать, не то уж ограничивать, ну, давать несколько, несколько уменьшить привилегии ЧВК Вагнер в плане снабжения боеприпасами. То есть, все равно ЧВК Вагнер получает больше боеприпасов, чем другие подразделения оккупационной армии, но не так изобильно, как раньше. Естественно, поэтому истерика случилась у Пригожина. То есть, на самом деле, вот эти внутренние конфликты, которые раздирают российскую армию, это конфликт между, с одной стороны, значит, Министерством обороны, с другой стороны, ЧВК Вагнер, сюда же включаются и, значит, бандиты Кадырова. Вот, это конфликт, на самом деле, созданный искусственно, созданный в том числе и политикой Путина по принципу разделяя властвы, ну, и, безусловно, он идет на пользу украинской армии, потому что он разрушает принцип единоначалия. Что же касается Кадыровцев и их готовности там встать на место ЧВК Вагнер, я думаю, что Кадыров добьется того, что, ну, во-первых, я думаю, что все-таки в конечном итоге Бахмут не будет полностью оккупирован, и Украина Бахмут не сдаст. Вот, а это значит, что Кадыровцы либо будут выжидать до последнего, когда украинское наступление сделает вообще бессмысленным существование вот этой проблемы, потому что, на самом деле, ну, Бахмут не имеет какого-то особого стратегического значения, поэтому кто его будет контролировать полностью, это не самый главный вопрос. Поэтому я думаю, что просто Кадыров, в отличие от Пригожина, в общем-то, воевать не собирается, и он не ставит такой задачи. Его бойцы, Кадыровцы, они, так сказать, находятся во втором эшелоне, они в основном выполняют функции заградотрядов или функции хозяйственников, когда, находясь на территории ДНР и ЛНР, они, так сказать, занимались в основном отжимом собственности у местного населения, на что очень сильно жаловались, в том числе и гауляйтеры этих территорий, жаловались Путину, что тоже известно стало. Так что, в общем, вот такой примерно там расклад. Значит, на самом деле все, вся эта мелкая суетата с Питкову-Банки, она не имеет сейчас какого-то уж особого значения, сейчас главное состояние и российской политической верхушки, да и в других странах, и в Украине тоже, это ожидание наступления украинской армии. Вот это вот ожидание, оно как плитой придавливает вообще все, что происходит, и в значительной степени все остальное становится производным от этого состояния, от состояния ожидания наступления украинской армии. Это самое главное. Отсюда и суета, и паника, ну, скажем так, не так уж, что паника-паника, но некоторые признаки панических настроений в российской верхушке, отсюда и суета Пригожина, его постоянные истерические вопли, потому что он понимает, что, в общем-то, здесь ему есть что терять, и он может многое потерять лично он в ходе этого наступления. Вот отсюда и, так сказать, какие-то истерические действия по, значит, ударам по жилым кварталам украинским. То есть, это все производное вот от этого тягостного ожидания, от того, что чуют свою смерть вот эти вот ребята. Да, Игорь Александрович, давайте несколько слов о контрнаступлении, потому что достаточно резонансная статья вышла в Вашингтон-Пост, интервью с Резниковым, где он говорит о том, что 90% готовы штурмовые отряды, 10% еще доучиваются. Ранее, ну, идет апелляция к тому, что Зеленский говорил, что будет наступление, когда будет вооружение, но отмечается, что у России может быть географическое преимущество и более сильные цифры, имеется в виду о количестве войск. Резников говорит, что в настоящее время против Украины полмиллиона российских военнослужащих выставлено, из которых не менее 300 тысяч на территории Украины. Об этом говорится в статье. Ну, и, собственно, достаточно такая тональность, что, ну, слов Резникова, что не нужно ожидать слишком много, то есть это может быть 30, может быть 50, может быть 100, 200 километров продвижения. Поэтому, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. И в статье рисуют 4 направления, или как 4 сценария контрнаступления. Первый, Украина попытается захватывать Мелитополь и потом двигаться вперед, перерезая путь на Крым. Второй, это атака на Крым с моря. Достаточно экзотическая история, но, тем не менее, к чему-то же готовятся, когда на пляже, на берегу роют окопы. Третий сценарий, это Бахмут, Купенск, отрезать Луганскую область, вы об этом упоминали. И четвертый, это направление Мариуполя через Углидар. Собственно, вот так видится по итогам разговора с Резниковым в Вашингтон-Пост эти сценарии. Что бы вы сказали о сценариях и о, как это, завышенных ожиданиях, что ли, на которых делает акцент Резников? Александр, вот смотрите, вы же, когда приглашали меня к разговору, вы знали, кто я такой, да? И вы точно знали, что я не военный эксперт. Естественно, как у любого дилетанта, у меня есть огромный, огромный соблазн пуститься, так сказать, в анализ. Ну, сейчас, знаете, как во время ковида все стали микробиологами, фармацевтами и врачами. Но пандемия закончилась. Вчера объявили, все. Кто-то, да, считает, что закончилось, кто-то еще болеет, вопреки, значит, объявлению, что она закончилась. Ну, это ладно, это тема совсем другого разговора и точно не со мной. Значит, вот во время этой войны все стали военными экспертами. Наверное, все, кроме меня. Вот. Я, когда у меня есть желание поговорить, а именно с точки зрения военной экспертизы, я приглашаю военного эксперта. Поэтому вот от меня разбора этих сценарий, хотя соблазн, конечно, огромный сейчас пуститься в эти рассуждения, но удержусь. Спасу репутацию и не буду изображать из себя военного эксперта. Но вот есть некоторые слова, которые вы сейчас произнесли, процитировав заявление Резникова, которые можно прокомментировать и человеку моей специальности, человеку, который занимается в том числе и политической аналитикой. И здесь речь идет именно об этих ожиданиях. То есть, с моей точки зрения, очень странная была политика, которая проявилась в некоторых западных СМИ и политика, которую транслировали некоторые западные политики, извините за масло масляное, но смысл такой, что вот мы посмотрим, какие успехи будут у украинской армии и в зависимости от этого будет решаться, дадим мы дополнительное оружие или нет. Хотя дело должно быть ровно наоборот. Сначала надо дать оружие, а потом ждать успехов украинской армии. Не наоборот же. Да, это примерно так же, что сначала идите в бассейн и учитесь плавать, а потом мы вам пульт пустим в воду. Ну, примерно такая логика. Логика глубоко порочная. Теперь, что касается ожиданий. Ну, понимаете, ну вот было довольно резонансное выступление уже, по-моему, несколько месяцев назад чешского президента, который был поставленным натовским генералом Петра Павла. Петр Павел очень достойный человек, очень большой сторонник победы Украины безоговорочно и полный. над Россией высказался в таком духе, что у Украины есть только один шанс одного наступления, значит, которое должно быть победоносным, должно быть не очень продолжительным, поэтому если вот это наступление не будет окончательным победоносным, то на второе наступление Украины может не хватить шансов и самое главное ей могут просто не дать ресурсов для этого Запада, потому что сейчас вот Запад все выгребает, но вот, короче, все на один решающий удар. Это должно произойти в ближайшее время. Авторитет чешского президента и поскольку он еще и натовский генерал высокопоставленный бывший, он настолько велик, что очень многие на это повелись. С моей точки зрения, опять-таки, не будучи военным экспертам, я могу только сказать одно, что когда делается ставка вот на такое, то есть вот один удар и все, и больше, если не получится, то все. Но это, скажем так, с политической точки зрения, с точки зрения информационно-психологической войны, это достаточно рискованное заявление, потому что, ну слушайте, это война. И здесь, понимаете, надо отдавать должное, в том числе и потенциалу противника, потому что, во-первых, я должен сказать, Александр, что с самого начала вы сказали, использовали такой термин, как контрнаступление. Вот, опять-таки, с моей точки зрения, это ошибочный термин, потому что контрнаступление это то военное действие, то та военная операция, которая осуществляется в момент наступления противника. И в этот момент, ну уж настолько я в этом разбираюсь, там все-таки какой-то там какие-то там значит офицерские курсы когда-то заканчивал, и в общем эту терминологию знаю. То есть контрнаступление отличается принципиально от наступления, то, что это более выигрышная для контрнаступателей позиция, потому что это происходит в момент наступления противника, и что называется противник раскрывается, и на противоходе можно в общем-то победить не тратя, не получая огромных издержек. Наступление гораздо более тяжелая операция, потому что она, ну известно там один к трем, один к четырем потери, вот, это классика хорошо известная, и она происходит, оно, это наступление происходит на позиции обороняющегося противника, который имеет возможность окопаться, защищаться, и, соответственно, терять меньше, чем наступающий противник. Поэтому, я почему говорю, что я все-таки хотел бы уточнить термин, потому что непонятно, Россия не наступает, и не собирается наступать, и не готовится к наступлению, никто не говорит о российском наступлении, поэтому то, что будет делать украинская армия, она будет наступать, а не контрнаступать, и это связано, я почему придираюсь к словам, потому что это связано с гораздо большими рисками, с рисками потерь, с рисками, так сказать, не добиться какого-то, ну, условно говоря, в ходе вот этого наступления вероятность того, что будет освобождена вся территория Украины, включая Крым, Донецк, Донецкую, Луганскую область и так далее, часть, кстати говоря, там, Запорожской области и какой-то маленький, по-моему, кусочек и Херсонской области тоже находятся под оккупацией, даже какие-то, какие-то, если я не ошибаюсь, по-моему, даже что-то из Харьковской области не удалось освободить окончательно, вот, но вот эту всю территорию в ходе одного наступления вероятность того, что это произойдет не очень велика, более того, возможно, и многие об этом говорят, возможно, что война затянется, тоже возможно, и поэтому рассчитывать на то, что вот в ходе этого наступления все, там, Украина победит, Путин застрелится, и война закончится, это большая ошибка, и это с точки зрения информационной войны, это очень это чревато большими психологическими проблемами, когда вы готовите общество, готовите армию, готовите международное сообщество к тому, что вот сейчас в ходе наступления за 20 дней там будет все уничтожено, и война закончится, если этого не происходит на самом деле, то наступает разочарование, поэтому с моей точки зрения статья Вашингтон пост из слова Резника о том, что вот не надо слишком многого ждать, они очень правильные, оправданные, и они очень вовремя сказаны. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на Игоря Яковенко, он будет отмечен как пользователь YouTube, переходите, следите за новыми выпусками, мы продолжаем, у меня вопрос о Захарии Прилепине. Сегодня сообщили, что он вышел из медикаментозного сна, в который его погрузили в клинике, и, собственно, чувствует себя хорошо, насколько это возможно, после подрыва автомобиля. СБУ прокомментировало все выпады в сторону Украины, Запада, НАТО, которые прозвучали с российской стороны, но комментарий такой, знаете, достаточно многозначительной паузой, Мол, после войны как бы все станет на свои места, и мы сможем понять, что произошло, а пока, как у нас говорят, бавовна, да, хлопок, 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 ну, в общем, еще больше вопросов осталось. Короче, курят в России неумеренно и не вовремя, и в неположенных местах, в том числе около автомобиля. Да, это как бы официальный комментарий, но, тем не менее, как бы тональность понятна, что вполне вероятно, какое-то отношение Украина имеет к произошедшему. Чем ценен Захар Прилепин, что вообще меняет этот инцидент, и что дальше? Я бы хотел некоторые точки на «д» поставить. Значит, насчет того, кто убил, чего убил, я, естественно, конечно же, как вы понимаете, не знаю, кто это сделал, имеют ли какое-то отношение те граждане, которые уже захвачены, там в лесу нашли каких-то людей по дороге, может, они грибы собирали, хотя грибов вроде бы не должно быть пока еще, но, может быть, я не знаю, хворост собирали, или, так сказать, еще что-то, просто гуляли, но вот их захватили и сказали, что это вот они убили, они, конечно, тут же сознались. На их месте так поступил бы практически каждый случайный прохожий, которого захватывают российские силовики. Как правило, люди сознаются очень быстро в том, чего они даже не знали до этого. Поэтому, значит, кто это сделал? есть ли вероятность, что это какая-то провокация Кремля? Теоретически есть, хотя я не очень понимаю, зачем. То есть, еще одна сакральная жертва, не очень понимаю, зачем. Ну, скажем, оставим эту вероятность, потому что, ну, бог его знает, зачем они все это делают, непонятно, зачем они эту войну начали, поэтому могли просто взять, убить прилепит. Значит, если говорить о том, что, есть ли вероятность в том, что это сделали непосредственно, значит, какие-то украинские диверсанты, там, диверсионно-штурмовая группа какая-то пробралась на территорию России, довольно отдаленно, Нижегородская область, это все-таки не Белгород, да, и даже не Курск, то есть, это все-таки довольно далеко, ну, вероятность, с моей точки зрения, не очень большая, потому что, все-таки Пригожин, Прилепин, вернее, даже вот я оговорился, Прилепин, это не Пригожин, да, вот, смысл убить Пригожина, наверное, для этого потратить какие-то ресурсы диверсионно-штурмовых групп, смысл ехать в Нижегородскую область и убивать Прилепина, ну, не знаю, такое себе, значит, с моей точки зрения, наиболее вероятно, что это все-таки дело рук какой-то группы российских, российских сторонников Украины, которые, более того, я бы даже сказал, что, если бы это сделали украинские диверсанты, я, например, считаю, что это было бы абсолютно оправданно, потому что Прилепин является абсолютно законной целью для украинской армии, абсолютно законной целью, он майор, ему присвоено звание майора, значит, ДНР, он комбатант, он участник войны, он, как он утверждает, убивал украинцев, призывал к убийству украинцев, граждан Украины, призывал продолжению войны до ее там завершения, не знаю, где там, он хочет ее завершить, там, в Берлине, Варшаве, вот, еще где-то, то есть, он является абсолютно законной, легитимной целью для вооруженных сил Украины, другое дело, что не все цели равноценные, поэтому вряд ли стоило тащиться в Нижний Новгород для того, чтобы реализовать такую не самую важную цель, но, опять, если это дело либо Украины, либо симпатизантов Украины, это абсолютно законная цель, он комбатант, на войне таких убивают, каким образом, с помощью на поле боя или отдельно, это уже не имеет значения, это законная цель, значит, ну, скажем так, вообще, мне кажется, вот, в паблике отношение к в том числе терактам, прямо скажем, оно извращенное, потому что есть законные цели во время войны, ну, например, я вот несколько раз уже приводил этот пример, скажем, убийство террориста номер один Усама бен Ладен по прямому приказу Барака Обама, который за этим убийством следил в прямом эфире, что это с точки зрения квалификации, да, вот, классификации события, это теракт, без суда, без следствия, не вывозя человека, не обеспечив его, значит, адвокатом, судьей, с процедурой, с детальным, с возможностью защититься, этого человека просто-напросто убили по приказу американского президента. И это поддержало Организация Объединенных Наций, это поддержало, это решение поддержало ООН, поддержало международную общественность, поддержали большинство нормальных стран. То есть, если идет война, а в данном случае Усама бен Ладен, он развязал террористическую войну, войну террора, в том числе против Соединенных Штатов Америки, то абсолютно полное право, абсолютно законной целью является участник этой войны. Это абсолютно законная цель. Я вам больше скажу, что если бы, например, у кого-то на Западе возникло желание совершить какую-то операцию по уничтожению Путина, это было бы абсолютно законное дело. То есть, это законно, все военные преступники на территории России или за ее пределами являются законными целями. Точно. Вот мое отношение к погрушению на Пригожину. Понимаете, на Прилепино, вы снова говорили, это раз, но во-вторых, хотел бы ремарку, и хотел бы, чтобы вы отреагировали, подождите, но если есть вот такой подход, то он же может быть зеркальным со стороны Российской Федерации. Я имею ввиду контекст терактов против руководителей той же Украины, знаковых лиц на той же Украине. Почему, скажем так, мы, ну, мы как бы ждем вот этой зеркальной ответки, или почему так не действует как бы служивая режима Путина? Подождите, одну секундочку, служивые режимы Путина осуществляют постоянные преступления, уничтожая мирное гражданское население Украины. Да, руководители целехонькие, целые, живые, здоровые. В отличие от, нет, ну, подождите, значит, когда российские войска были под Киевом, в том числе российские диверсионно-штурмовые отряды находились на территории Киева, то главной целью этих штурмовых отрядов, которые шастали по Банковой, было уничтожение Зеленского. Это официально объявленная цель, то есть, одна из задач была либо захватить плен Зеленского, либо его уничтожить. Это была цель в самые первые минуты войны, когда вот эта танковая колонна подошла к Киеву, стояла около Киева, что хорошо известно, и стояли там в пуче, и вот то, что они делали, очень хорошо тоже известно, и дальше на территории Киева действовали диверсионно-штурмовые группы российских боевиков, диверсантов, и их задача была прежде всего отыскать и уничтожить Зеленского, так что такие планы были. Значит, вот на сегодняшний момент мы можем говорить сколько угодно, что вот не не осуществляются меры по убийству Зеленского, ну, потому что не могут, не потому что не хотят, а потому что не могут, просто кишка танка, это первое, и второе, значит, еще раз подчеркиваю, никто не собирается сейчас убивать Путина, я говорю о том, что если бы такое намерение было, оно было бы абсолютно законным, что же касается симметрии, значит, а почему тогда они не могут убить Зеленского, во-первых, не могут убить потому что не могут, а во-вторых, ну, все-таки давайте определимся, а кто на кого напал, и есть ли в этой войне симметрия с точки зрения одинаковой ответственности, понимаете, здесь принцип очень простой, волкодав прав, а людоед нет, вот и все, то есть в этом плане, значит, абсолютно, понимаете, опять, абсолютно законным актом является с точки зрения мировой общественности убийство Бен Ладена, но симметричный ответ со стороны Аль-Каиды, например, по отношению к американскому президенту, это было бы безусловно преступлением, безусловно, то есть, опять-таки, вот поиски симметрии в этой войне с моей точки зрения абсолютно несостоятельны, вот рассуждать с точки зрения симметрических каких-то конфигураций, что вот, значит, Украина может пока, а симметрия достигается именно тем, что Россия напала, Россия уничтожает гражданское население, а Украина почему-то стесняется, еще раз подчеркиваю, ну, скажем так, да, такая договоренность с Западом, Запад не хочет обострения, Запад призывает Украину не наносить удары по территории России, что является абсолютным бредом с точки зрения здравого смысла, вот не будучи военным специалистом, я могу сказать, что с точки зрения здравого смысла, с точки зрения логики, это требование Запада, чтобы Украина не наносил удары по территории России, является чушью собачьей, потому что, ну, как можно, если идет война, то, значит, Россия наносит удары со своей территории, в том числе по мирным городам Украины, а Украина, вот, оказывается, не может отвечать симметрично по военным объектам, находящимся в глубине территории России, как это так? Как так можно вообще? Здесь все просто, Игорь Александрович, Россия не может бить по базам на территории НАТО, соседней Польши, ну, а, соответственно, Украина, по версии Запада, за это, не бьет, должна как бы, не бить по российским городам. Одну секундочку, Запад напал на Россию, ну, вы как-то вот восстановите логику, Запад напал на Россию, ваша логика подразумевает, что Запад, что, вы понимаете, вы сейчас начинаете воспроизводить логику российского телевизора, который говорит, что мы воюем не с Украиной, а с Западом, но это же не так. Россия воюет с Украиной, Запад помогает, понимаете, когда вот начинают говорить о том, что, значит, если ты даешь оружие, значит, ты воюешь, но это бред себе, это чушь собачья, потому что, например, Китай поставляет оружие России, но Китай не воюет с Украиной, ну, согласитесь, есть же простые какие-то очевидные вещи, вот Китай поставляет оружие России для войны с Украиной, можно ли мы на этом основании сказать, что Китай воюет с Украиной? Ну, смотрите, здесь же речь... Очевидно, что нет, точно так же, на основании того, что Запад поставляет оружие Украине для войны с Россией, из этого не следует, что Запад воюет с Россией. Это только в извращенной логике российского телевизора так получается. Смотрите, я сейчас не об извращенной логике российского телевизора, я о тылах, да, вот о тылах, ведь это удары по тылам. Наши украинские тылы, они на Западе, и они вроде как в безопасности под зонтиком НАТО. Соответственно, ну, Россия может или как бы или боится перешагнуть? Вы опять-таки воспроизводите логику российского телевизора. Я понимаю, что, в общем, ваша задача обострить наши разговоры, я вас как журналиста понимаю, но все-таки надо оставаться на почве реальности. Тылы Украины находятся на территории Украины, на Западе находится Запад, и это другие страны. Еще раз предлагаю вам перевернуть эту логику и обратить ее на ситуацию в России. Например, можно ли считать, что если Россия получает вооружение со стороны Китая, можно ли считать, что Китай является тылом России? Ну, просто ответьте на этот вопрос. Да или нет? Или, например, Россия поставляет вооружение России. Можно ли считать, что Иран является тылом России? Или Северная Корея? Они являются тылом России? Я думаю, что нет. Я считаю, что тылом России является Россия. И точно так же тылом Украины является Украина, а не Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки помогают Украине. Это разное состояние, разные вещи. Поэтому мне понимаете, опять-таки, в ходе Вьетнамской войны Советский Союз помогал Северному Вьетнаму. Это было известно хорошо. Помогал еще как. Всей мощью своей помогал. Но никому в голову не приходило сказать, что Советский Союз воюет соединенными Штатами. Никому в голову не приходило сказать, что поскольку Советский Союз помогает Северному Вьетнаму, Вьет-Конгу, что на этом основании Соединенные Штаты Америки имеют право наносить удары по территории Советского Союза. В голову никому такого не приходило. Самым что ни на есть ястребом в Соединенных Штатах Америки в голову не приходило то, что если советские летчики, которые были фактически участниками этой войны, или советские зенитчики сбивают американских летчиков, на этом основании можно нанести удар по Советскому Союзу. Я, по крайней мере, такого даже не слышал ни от кого. Поэтому это совершенно извращенная логика. Россия напала на Украину. Россия уничтожает мирные города Украины. Бьет по жилым кварталам, убивает людей. Может ли на этом основании Украина нанести удары по, более того, совершить уничтожение законных целей, в том числе индивидуально кого-то там совершить. Ну, например, уничтожить целенаправленно, с помощью спецоперации уничтожить Пригожину, например. Я отвечаю, да, может. Может ли Украина совершить какую-то спецоперацию, уничтожить кого-то из высшего военно-политического руководства России? Утверждаю, да, может. Другой вопрос, что по целому ряду причин Украина этого не делает. Это совершенно другой вопрос. Этот вопрос лежит в плоскости тактики. Но такое право Украина может иметь, потому что не она напала, не она является инициатором этого. Еще раз, вот эта формула, волкодав прав, а людоед нет. Вот не прав людоед. Прав тот, кто защищается. И тот, кто защищается, имеет право наносить любые ответные удары. И в индивидуальном праве, в уголовном праве, есть понятие необходимой самообороны. И если ты в пределах необходимой самообороны убиваешь насильника, убиваешь нападающего, ты прав перед законом. Вот и все. А нападающий, агрессор, насильник, не прав. В том числе и в применении каких-то методов. Поэтому, мне кажется, такая вот законная вполне. Поэтому я считаю, что даже если бы, хотя непонятно, зачем ехать в Нижний Новый Город, для того, чтобы убить, там, какого-то, ну, прямо скажем, да, довольно отвратительного, довольно, который является законной целью, но непонятно, зачем для этой законной цели тащиться в Нижний Новый Город. Поэтому я считаю, что вероятность непосредственного участия украинских спецслужб, она очень близка к нолю. Скорее всего, это сделали все-таки какие-то сторонние Украины. Ну, как в таких случаях принято говорить, партизаны. Те самые партизаны, которые устроили сейчас рельсовую войну в, значит, прилегающих к Украине областях прифронтовых и так далее. Но они есть, они есть, какие-то отдельные группы партизан. Это вполне понятно. Но вот, опять-таки, я против вот этого симметричного подхода. Да, я вас понял. Просто, чтобы подытожить, что дальше будет с Прилепиным. Ну, понятно, что выходят его, он как бы поправится. Просто я к чему? Я к тому, что, смотрите, была версия, что Прилепин – это некий технический кандидат на выборах 24-го года от вот этой пригожинско-ультрапатриотической тусовки. Что вы скажете об этом? Есть ли такая вероятность, что вот эта просто политика начинает, скажем так, бурлить уже в Российской Федерации с заделом на будущее? Я не могу этого исключить совсем. Единственное, что я могу сказать только одно, что версия, что Прилепин является каким-то там кандидатом в президенты, ну, теоретически возможно, но я вообще не думаю, что если Россия как государство в том составе, в котором, в тех границах, которые она есть, доживет до 24-го года, если выборы вообще состоятся и будет то государство, в котором проходят эти выборы, то я, кто... И если при этом Путин останется жив, то я думаю, что никаких шансов ни у кого нет. Эти выборы будут нарисованы задолго до самой процедуры голосования. Никаких шансов, никакой Прилепин, никто другой, и Прикожин, который тоже явно, так сказать, нагуливает себе политический капитал. Кстати, его политический капитал значительно выше, чем Прилепин. Вот. Так что, ну, я не думаю, что кто-либо будет иметь хоть какие-то шансы. Эти шансы, эти выборы будут нарисованы, проведены так, как обычно, и только будет такой, какой будет согласован с Путиным. Захочет Путин 150% получить, будет 150% нарисован. Захочет 56% для того, чтобы изобразить политическую борьбу, будет 56%. Так что это все, мне кажется, не мирно. Решение сейчас... Сейчас все решает человек с ружьем. Сейчас все решается на поле боя. Вот. И после окончания этой войны тоже в значительной степени все будет решать соотношение силовых ресурсов. Вот. Сейчас есть порядка 40 частных военных компаний. Они находятся в разной степени боеготовности. Но вот пока у Пригожина одна из самых сильных компаний. У Кадырова тоже. Вот. Есть там Росгвардия в целом. Вот. Есть какие-то ресурсы Минобороны. То есть, вот они будут мериться этими ресурсами. И это в значительной степени определит то, кто будет в дальнейшем править в России или в тех обломках, которые останутся на территории России. Да, друзья, спасибо большое, что нас смотрели до этого места. У меня есть еще один вопрос к Игорю Александровичу. Он в преддверии 9 мая, который, собственно, обещает быть очень интересным с точки зрения действий Украины в отношении Российской Федерации. Помним о том, что 20 миллионов обещали оператору дрона, который запустят по Москве. И он прилетит на Красную площадь именно в этот день, 9 мая. Многие там говорят, что какие-то подарки, сюрпризы готовит Украина для России. Тем временем Бессмертный полк. Эта акция прошла в Венесуэле, Эквадоре, Аргентине и Перу. А в России нет. В России там по-другому, как бы вывешивают портреты дедов на автомобиле. Ну, как-то вот пытаются каким-то другим образом, скажем так, ее, эту акцию провести. Что ждете от 9 мая, Игорь Александрович? Ну, это действительно интересно, то, что там будет. То, почему в Венесуэле, Эквадоре и Перу организовали вот этот вот полк, значит, Бессмертный. Понятно, потому что там не погиб во время этой войны в Украине. А в России погибли, поэтому вероятность того, что будут нести по напалках портреты вот этих вот, которые погибли в ходе войны с Украиной. Причем войны, которые носят диаметрально противоположный для России характер по сравнению со Второй мировой войной. Потому что День Победы, это же День Победы над фашизмом, который напал на Советский Союз. А сейчас в роли такого вот фашизма, нацистского государства, рейха, выступает сама Россия. И поэтому сочетание в одной и той же колонне людей, которые погибли, защищаясь от нацизма, и тех людей, которые погибли, олицетворяя вот этот вот самый, представляя сторону вот этого самого фашизма, это довольно взрывоопасная гремучая смесь. Ну, по-моему, все прочее, демонстрация большого количества погибших в лице, так сказать, портретов этих погибших, это, в общем, не очень здорово. Поэтому, конечно, правильно сделали, что в Москве бессмертного полка не будет. Вот, в условиях сегодняшней ситуации, это вообще-то святотатство, конечно. Потому что Россия как раз сама под этот фашистский рейх, которого она победила 9 мая 1945 года. Что касается дронов на Красной площади, то я считаю, что это было бы, конечно, неплохо, потому что, на самом деле, это День Победы. И если бы в этот момент на Красной площади был военный парад украинских дронов, это было бы неплохо, но я сомневаюсь, что это произойдет. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это произойдет без каких-то особых происшествий. Будем смотреть, будет интересно. Да, Игорь Яковенко был моим собеседником. Спасибо большое, Игорь Александрович, за ваше время и ваши мысли. Спасибо, Александр. Удачи вам. Всего вам доброго. Друзья, берегите себя, берегите друг друга. Увидимся обязательно. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова